На днях нам уже разъяснили, что доверять опросам Левады нельзя, потому что это не опросы, а политический заказ. Так говорила огорченная помощница Медведева Наталья Тимакова, когда опрос показал, что народ Дмитрия Анатольевича совсем не жалует. Чей именно это был заказ и кто вообще способен заказать в нашей стране премьер-министра, Тимакова тогда не уточнила. Но теперь возник новый опрос и новый вопрос, потому что на сей раз кто-то заказал самого Путина. Мы же с вами вряд ли поверим в то, что за Владимира Владимировича на виртуальных выборах в ближайшее воскресенье проголосовало бы всего 48%. Есть, конечно, вариант, что социологи просто допустили опечатку, перепутали местами цифры, что граждане-респонденты ответили как полагается и за Путина выступили все 84% как положено. Но поменяли две цифры ненароком и 84% превратилось в 48%. Но если никто ничего не путал, то 48% это второй тур. Я понимаю, что Путин все равно победит. Что он победит даже без подтасовок, хоть в первом, хоть во втором, хоть в дополнительное время, хоть по пенальти, но все равно победит. А если процентов почему-то станет не хватать, то нужные цифры возникнут из воздуха. Не для того вообще проводятся в России выборы, чтобы Путин на них проигрывал. Да и кому проигрывать? Фанаты Владимира Владимировича сейчас посмеиваются над моими рассуждениями. Мол, 48% это мало, а 3% это много. Ну да, у ближайших, так сказать, конкурентов Зюганова, Жириновского как раз 3%, у Навального 1%, у Шойгу тоже 1%, что легко можно считать погрешностью. То есть половина граждан голосует за Путина, а половина либо не голосует вовсе, либо никак не может решить, что ей делать. То есть это вообще не выборы, потому что есть всего один кандидат, и вы либо за него, либо против. Это плохо для всех желающих баллотироваться, плохо для всех, кто надеется что-то в этой стране поменять. Для страны как таковой это очень плохо, потому что на 150 миллионов уже почти 20 лет всего один разъеденный кандидат. И если его похитят инопланетяне и спрячут в своей летающей тарелке, как мы жить будем? Без президента вообще? Или страна развалится? Нет Путина, нет России? Ну вот эти 48%, это очень скверно и для самого Владимира Владимировича, самого мудрого, самого красивого, божественного. Все кругом дураки, начиная от замухрышистого депутата и кончая всеми членами правительства. Один Путин умный. И все равно, только, блин, 48%. Если Путин действительно мудрый человек, он оставит все как есть и спокойно переварит 48% и второй тур. Этим он даже продемонстрирует наш демократизм. Видите, как у нас все по-честному, у нас даже второй тур будет. Но я подозреваю, что человек он ревнивый, не терпящий никаких возражений. И для него даже 1% против, это унижение. Так что, никакого второго тура не допустят. Однако, те, кому надо, будут знать настоящие цифры. И несмотря на премхуальную победу, эти цифры могут очень испортить им праздник.